всем здравствуйте сейчас подождем немножечко когда все будут присоединяться немножечко опоздали с эфиром возникли проблемки со входом ничего страшного опоздали всего на три минуточки всем привет 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 сейчас еще две минутки подождем и начнем с вами рисовать всем здравствуйте привет натусечка здравствуйте здравствуйте хотя бы немножечко с вами познакомиться я андрея демёхина из города армавира это россия краснодарский край в ногтевой индустрии всем здравствуйте я чуть больше десяти лет мы сегодня будем рисовать с вами вкусные сочные ягодки я посмотрела что инстаграм вообще рынок весь заполнен клубничкой мы сегодня будем рисовать с вами клубнику вот такой вот так об видно вот такой вот клубничку будем с вами рисовать если получится если мы успеем за час мы ее отрисуем и в разрезанном виде и цельном да сейчас чуть-чуть я перекручу камеру так отлично сейчас настрою и будем с вами общаться всем привет мои дорогие так мы сегодня рисуем с вами клубничку я подготовила несколько вариантов есть маленьком вот таком вот виде есть вот такая вот большая принципе мы отрисуем в большом виде но вы его потом можете по той же самой схеме уменьшить и сделать вот такую вот красоту в маленьком варианте перекрыть матовым или глянцевым топом это уже как вам хочется будем рисовать сочность ну начнем мы естественно сначала с схемы и поговорим о материалах я сразу девочки предупрежу что я не художник я любитель я люблю рисовать люблю рисовать с детства художественную школу я не заканчивала но безумно люблю кисть краски и все 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 что с этим связано если вы думаете что рисовать могут только художники вы ошибаетесь на самом деле рисовать могут все все кто любит это дело кто хочет удивить своего клиента и скажем так не клеить наклеечки а быть топовым мастером каждый раз удивлять и показывать что-то новенькое у меня есть несколько таких вариантов я думала что мы с вами сегодня будем делать сначала хотела сделать сливу но все-таки клубника взяла вверх потому что все ее сейчас лопают итак поехали не будем не терять свои минутки буду с вами рисовать я комментарии отключать не буду сразу говорю мне нужно хоть какая-то с вами связь чтоб я понимала что вы меня видите слышите что связь не прерывается эфир идиот поэтому комментарии я отключать не буду рисовать буду верхней части вот здесь вот чтобы все могли уловить если будут какие-то вопросики обязательно задавайте и с удовольствием на них отвечу если мы девочки не уложимся в час эфира я выйду еще раз и мы обязательно закончим но я буду очень сильно стараться чтобы мы уложили сейчас два дизайна сделать итак поехали смотрите если вы рисуете на светлом фоне то вам подмалевок не нужен если вы рисуете на темном тогда вам понадобится подмалевок с белого гель-лака запомните это мы будем рисовать вот на таких вот блестящих типсиках всем привет будем рисовать на блестящих типсиках поэтому подмалевочки делать не буду не буду на него отвлекаться с чего начинаем рисовать клубничку начинаем всегда с основной основного тельца клубники вы его можете рисовать как угодно в принципе в той или иной степени она похожа на яичко как яичко вы знаете да рисуется с одной стороны она у вас более широкая к низу но заужается здесь вы можете рисовать неровные линии то есть не обязательно чтобы это яичко было ровненько нет но обязательно идет расширение и сужение к низу расширяется к той части где у нас будут с вами серединка и листочки тоже особо не зацикливайтесь на листочках мы сделаем и буквально несколькими мазками кисточкой самое главное чтобы вы соблюдали вот эти вот пропорции к верху там где листики чуть пошире к низу чуть-чуть поуже насколько узко у вас будет или насколько широко это тоже зависит все от вашего воображения потому что клубника бывает большая гигантская клубника бывает малюсенько тут нету каких-то особых рамок границ гель-лаки которыми я буду рисовать фирма this professional но девчонки вы можете рисовать абсолютно любыми гель-лаками какими вы хотите эти гель-лаки есть у вас сто процентов в арсенале это классический красный он у вас есть по-любому я буду использовать так 30 для палитры я использую девочки это подсвечник который я купила в икеи очень хорошо для работы прям изумительно буду использовать ярко вот коралловый номер 27 чуть-чуть ярче чем классический красный тоже у вас сто процентов есть сто пятьсот красных оттенков как любят это наши клиенты буду использовать оранжевый ярко-оранжевый цвет номер 0 и 72 мне понадобится зелененький так теперь чуть-чуть возьму светло зелененького потому что буду стараться делать одним мазком тоже вам покажу такую интересную технику когда вы не наносите цвет на цвет а делайте все одним мазком так возьму борту это у меня для тени и чуть-чуть желтенького номер 043 вот 043 возьму коричневый номер 083 и обязательно я всегда на палитру черный накладываю и белый черные в палитре отец это 001 белый это 015 чуть-чуть больше беленького положим еще будем делать прорисовочку и не теряя ни минуточки делайте скрины я обязательно сохраню эфир чтобы вы могли пересмотреть его еще в повторе но буду стараться прям быстренько всем объяснить чтобы успеть нарисовать на двух типсиках так по поводу кисточек девчонки кисточки используем для росписи мы используем натуральный ворс это у меня рублев 0 и используют для тонких линий прорисовки используем здесь синтетическая кисточка пинг-хаус 7 миллиметров принципе можно найти такие кисти и в вашем думаю магазине даже вашем арсенале кисти они точно найдутся если вдруг у вас нету тонкой кисточки девочки берете обыкновенную стандартную кисть колонок желательно колонок если есть синтетика то если честно не знаю как обрезать синтетику я в основном обрезала колонок в общем если найдете своем художественном магазине вот такие вот кисти гамма маэстро колонок двойка в принципе длина ворса одинаково но не чуть широкий видите для росписи просто элементарно подрезаете по периметру капсулы лезвием либо щипчиками у вас получается идеальная тоненькая кисточка для и прорисовки тонких линий и естественно для подмалевка но для подмалевка в принципе подойдет и широкая все зависит от того какой кисточкой вы любите наносить подмалевок я люблю наносить средний ширины подмалевок поэтому я эту не обрезала вот какая какую купила такой и рисую если вдруг у вас девчонки кисточка засорилась берете топ берете базу либо праймер аккуратненько наносите на ноготочек либо на какую-нибудь палитру очку и вот такими вот движениями платными плавными промываете час зачастую засоряется вот здесь вот возле капсулы материалом и это нужно обязательно вымывать если вы забьете капсулу то кисточку сожалению вы выбросите поэтому ухаживайте за кисточками промывайте их и старайтесь чтобы они вам служили долго вот к примеру вот этой вот кисточки примерно у меня наверное лет 7 то есть я одно время когда они были еще по 50 рублей я накупила их кучу и вот у меня они живут поживают добра наживают как какие надо я обязательно обрезаю да да девчонки я сохраню эфир вы не переживайте обязательно сохраню если один будет сохраню 1 если 2 сохраню 2 чтобы вы могли потом повторе все это пересмотреть привет из украины привет из россии всем привет девчонки мы тоже сидим на карантине скучаем по работе поэтому вот с удовольствием делимся с вами знаниями чтобы вы развивались и росли и удивляли своих клиентов не бойтесь ни в коем случае рисовать как сказал мой один учителя учителей у меня было очень много я любила учиться у большого количества инструкторов для того чтобы каким-то образом это там свою технику и вам кстати советую учиться всегда все рисуют по-разному возьмете что-то от одного человека что-то другого человека от инструктора и будет вам своя техника вы поймете свои фишечки и уже там в последующем будете преподавать сами поэтому учитесь у большого количества людей это очень полезно и так поехали под малевочек я не наношу поэтому я набираю ялк ярко ярко-ярко алый цвет наверно даже ближе к оралу но он вам будет на камере сто процентов алый и начинаем наносить подмалевок начинаю я наносить с верхней части смотрите еще такой момент вот эту вот часть где у меня будут листики я это не наношу для того чтобы не создать избыточную толщину на типсе то есть я ее аккуратненько от обрисовываю вот таким вот образом как сердечком видите в принципе можете нарисовать сердечко очень просто так понять как рисуется клубничка нарисуйте сердечко а потом если нужно вам да там по композиции вы удлиняете или расширяете но все начинается сердечко будет так вам намного проще если будете рисовать прям сразу яичко вот полностью у вас в этом месте создастся избыточная толщина будет немного сложнее потом выровнять это все топом так нарисовали если будет просвечиваться фон девчонки не переживайте все потом в нескольких слоях это все перекроется девочки тут же не отходя скажем так вот лампы я нарисую еще один подмалевочек это уже будет для открытой или закрытой клубники мы с вами потом определимся наносим прям набираем на кисть материал и его распределяем полностью по вот нарисовали сердечко и закруглили если хотите прям гигантскую клубнику нарисуйте яичко тут в принципе какая форма клубники будет особо не важно потому что сами понимаете какая уродилась такая у родилась в огороде вот так нарисовали и отправляем сушиться в лампу на 10 секунд очек этого в принципе хватит теперь девочки мне нужно создать смотрите у нас идет красный это у нас идет основной цвет теперь я буду создавать яркость и объем так еще я подготовила розовый но я его не нанесла на палитру сейчас его найду так 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 розовый вот он розовый это у меня 052 фирматис я наношу его прям смеленько на верхнюю часть если поделить пополам до ее по диагонали на верхнюю часть клубнички наношу я покажу вам несколько видов растушевки так девчонки я в работе использую разбавители для гель-лака но я их называю разбавители на самом деле это жидкая база либо жидкий топ с липким слоем что у вас есть без разницы фирма какая у вас есть то есть не имеет значения есть жидкий допустим даже вот если из дешевых взять да там материалов подойдет даже жидкий топ с липким слоем blue sky вски то есть то что у вас есть я не призываю покупать какие-то дорогущие фирмы для того чтобы вы могли рисовать то есть нет абсолютно все что у вас есть дома все чем вы работаете это полностью пригодится в росписи вытираю кисточку и теперь смотрите аккуратно смягчаю ворс в растворитель я буду называть еще раз повторюсь растворители потому что мне так проще чтобы не запутаться база или топ на самом деле на данный момент у меня это база но у меня может если попадется под рукой топ я могу налить топа с липким слоем поэтому я всегда в эфирах называют разбавителем я не набираю на кисточку материал я увлажняю ворсинки кисточки разбавителем и теперь смотрите что делаю у меня материал здесь не разведенный то есть я его не перемешивала с разбавителем я его нанесла в чистом виде и теперь захват захватываю внешние границы по периметру и прибивающими движениями кладу кисть параллельно типсе прибивают только контур мне нужно на контуре создать плавный переход к центру я не иду только контур прибиваю идеального перехода девочки не старайтесь добиться во-первых а когда вы перекроете топом все у вас гладится а во-вторых тут еще будет несколько слоев поэтому даже не переживайте если у вас будет видно какая-то часть ворси иногда следы от ворсиночек даже не переживайте вот смотрите здесь они видны ничего страшного я оставляю в таком виде и просушиваю на 10 секундочек буквально это у нас будет он в разрезе клубничка пусть она у нас стоит нам не мешает будем работать пока вот с этой теперь смотрите что я делаю мне нужно создать объем этим я создаю объем розовым общей картины теперь мне нужно создать объем прожилок что я делаю беру от немножечко разбавителя отдельно на палитру и беру немножко белого перемешиваю и немножко оранжевого чтобы не чисто белый был а такой еле-еле заметно вас он чуть-чуть интенсивнее на самом деле он еле-еле заметный светло оранжевый цвет и теперь я рисую сеточку но чтобы вам было понятно где ее рисовать берем черный и располагаем шахматном порядке черные точки чтобы мы понимали что мы будем обрисовывать прям набрали на кисть и поставили располагаем по всей клубнички буквально 5 секундочек прихвачу и буду создавать объем вокруг этих черных точек смотрите вот намешанной нашей консистенции гель-лак она полупрозрачная сейчас я вам отдельно покажу ноготочки чтобы вы понимали вот посмотрите видите полупрозрачный цвет и этим намешанным цветом я просто оставляю небольшое расстояние между черными точками обвожу то же самое ровно я не стараюсь здесь не надо вы должны ровно делать только в прорисовке вообще в росписи вы должны расслабиться и просто получать удовольствие от самого процесса и вот посмотрите уже какой объемчик получается я обведу сначала полностью а потом создам уже тени так будет вам проще понять вообще сам процесс и построение росписи так самое главное когда делаете прожилки вообще в любой росписи девчонки старайтесь все линии делать плавными они могут быть у вас изогнутыми но они должны быть плавными так обрисовали полностью по всей клубнички и отправляем сушиться тоже не в больше десяти секундочек этим делом пока у меня тип сосушится я беру разбавитель рядышком чуть-чуть откладываю буду сейчас создавать тень беру бортовый намешиваю тоже полупрозрачно вот смотрите какая консистенция почему я откладываю всегда отдельно если я начну намешивать рядом с гелем получится так что через время сначала я наберу более жидкий материал потом через время у меня будет материал уже интенсивность пигментации не такая какая мне нужно так немножко искажаются цвета щас секундочку я включу дополнительный свет чтобы вам было все смотрю у вас на палитре отражаются какие-то другие цвета и так у меня уже типс просох беру намешанный прозрачные с бордовым и рисую прям по просушенному наношу полутень с нижней части прям по по всему периметру углубляю обязательно так у меня здесь закончилась закончился разбавить еще секундочку на чем вам будет удобнее разбавлять на базе или топе это девчонки тоже уже ваше дело разбавляют в росписи и базой и топом это как вам удобно и что у вас есть есть жидкая база которая не пригодилась с клиентами пожалуйста работаете и жидкий топ который у вас затекает на клиенте пожалуйста работаете то есть тут все зависит от того что у вас есть так затемняю по периметру и естественно нам нужно затемнить под листочками которые у нас еще нету будут затемняем и отправляем сушиться на буквально тоже на 5-10 секундочек сильно долго я сушить не буду теперь я возьму чисто оранжевый капельку чуть-чуть разбавителя сейчас поставлю яркость кстати что еще можно сделать девчонки смотрите можно взять добавить глубину внутри вот этой нашей сеточки которые мы рисовали но если вы добавляете глубину девчонки с одной стороны допустим выбрали левую сторону да и с левой стороны добавляйте глубину в ячейках тогда она будет еще рельефнее визуально еще объемнее и еще вкуснее вот таким вот образом то есть в ячейках добавляем только с одной стороны я выбрала левую сторону вы можете ну совершенно любую правую ли вы только с одной стороны добавляем отправляем сушиться так она мешала оранжевый и прозрачный выключилась лампу неоново-оранжевый и теперь смотрите что я делаю я добавляю яркости прям смело кисточкой добавляю яркости по клубнички как раз тот свет который у нас полупрозрачный оранжевый можно полностью его не затемнюю только с одной стороны и теперь тут же не просушивая смотрите я набираю сначала светлый зеленый и потом кисти окунаю в темно-зеленый вот смотрите мне получается как двойной мазок и теперь я опускаю и плавно приподнимаю опять набрала опустила и плавно приподняла геллаки вместе перемешиваются и получается такой эффект объема без лишних усилий так еще секундочку и приподняла и так наверно темно-зеленым сделаю чтобы видно было вот так вот вкладываем просушиваться сейчас добавим теней добавим желтого цвета на наши черные пятнышки и займемся с вами клубничкой в разрезе то есть вы сами видите что это достаточно скоростная роспись и она удовлетворит любого вашего клиента так 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 теперь смотрите я беру добавляю чуть-чуть белого чисто белого в тот цвет который мы делали сеточку прожилки сейчас я добавлю света и теней и теперь смотрите видите вот это вот самая яркая наша часть мы можно взять тонкую кисточку лучше всего взять тонкую кисть тонкой кистью я добавлю немножечко выделю какие-то участки то есть не обязательно прорисовывать все полностью нет не обязательно доводить здесь линию это только высветление оно может быть где-то там немножко где-то сям немножко тут особых таких скажем так форму и нету если вы рассмотрите допустим да там клубничку может быть где-то и снизу светиться до где уже у вас очень сильно темно но она может светиться рефлекс быть так теперь что я сделаю пока у меня я не просушила наш свет я возьму еще чуть-чуть добавлю бортового и создам тень под листочком под каждым листочком я выделю этом этим же бордовым я зайду на листочке выделю стебелечек вот таким вот образом так и теперь тут же я возьму чисто бордовый цвет и затемню кончик без разбавителя без ничего затем не кончик единственное что девчонки как я вам показывала мы наносили изначально розовый цвет единственная нанесла сейчас я нанесу и чуть-чуть подтушую границы нанесла вот чисто кляксочкой увлажнила кисть и чисто подтушую с двух сторон границы мазка здесь я буду оттушевывать к зелени вот такая вот у нас сладкая получается тут же на непросушенный я сейчас нанесу смешаю зеленый чуть-чуть разбавителем и немножечко покажу в центре лепесточков немножко тени смелыми легкими движениями то есть смотрите сейчас наверное у перфекционистов просто возникнет куча скажем так претензии но я действительно девочки кисти любят любят смелых катюш я сохраню обязательно сохраню обязательный эфир так что не переживайте так просушиваем быстренько быстренько и теперь нам придется только обвести обводить мы будем либо черной либо белой гель-краской но так уж вышло что когда я собиралась на прямой эфир и собирала все со студии я не взяла гель-краску я буду вам показывать обрисовывать гель-лаком белом он достаточно пигментированный но минус в чем гель-лаком девочки естественно растекается гель-краска она не растекается поэтому имейте ввиду что прорисовку лучше делать конечно же гель-краской так смотрите как мы набираем на кисть материал для прорисовки то есть вы не окунаете материалов кисть кисть материала извиняюсь вы берете и прихлопывающими движениями обволакиваете весь ворс материалом и на кисточке не остается материала то есть нету вот этой вот злосчастной капли которого скопнет в ненужный момент и теперь я смотрите что я обрисую я обрисую листочки так девчонки как еще чтобы рука у вас не тряслась обязательно опирайте на что-то ручки обязательно вот я допустим я люблю рисовать в скажем так в позе йоги да и опирать ручки на коленке кто-то рисует допустим плотно прилегают руки к столу если нет возможности у кого то там да там на работе большая выемка вы как маникюрной столы с выемкой делают тогда девчонки плотно прижимайте локти к своим ребрам и тогда у вас ручки трястись не будут ну естественно когда вы делаете мазок если это у вас там супер тонкая линия когда вы делаете мазок задерживайте дыхание буквально на время когда вы ведете ну и просите клиентов чтобы он не дергался это самое главное так кисть держим примерно под углом 45 градусов и обводим листочек с одной стороны и с другой если вы будете допустим обводить гель краской естественно учтите что она более пигментированная да и ваша вот это вот обводка контурная она будет более сильно бросаться в глаза то есть гель лаки они не так бросаются глаза гель краска естественно из-за того что пигмента больше она очень сильно бросается глаза и будет сильно выделять ту часть которую вы обходите то есть это учитывайте тут же белым цветом можно еще чуть-чуть показать белые участки и контур клубнички с одной стороны так надела остается сделать один штришок смотрите где у нас черные точки прям уже захотелось клубники да мне уже посчастливилось поесть клубники девочки но пока вот лично у нас она безвкусная не знаю как у кого в огородах пока еще не выросла видимо тепличную привозят и пока она безвкусная набираю желтый и смотрите что я делаю вот у меня черная . я ставлю желтую точку примерно чуть-чуть левее черной чтобы у меня черная . создавалась как тенью не поставила так и вот так это с вами здоровается моя собака так вот смотрите вот такая вот клубничка у нас получилось сейчас мы сделаем ей только тень под клубникой и приступим дальше рисовать с вами клубнику в разрезе спасибо большое мне очень приятно что вам нравится что я доступно объясняю объясняю без всякой там супер-пупер терминологии чтобы чисто русским языком чтобы было понятно и вы смогли потом отрисовать сидя дома либо на клиенте быстро скоренько это у вас не возникло никакого труда так смотрите тень берем здесь у меня блестящий на блестящий сразу скажу просто наносить тень на блестящий либо вот такой вот бишь очень просто наносить тень она у вас не ложится грязью но если вы возьмете белый либо какие-то очень светлые тона у вас естественно ляжет грязью поэтому либо очень сильно разводить его точно также взяли материал чуть-чуть отложили взяли вообще капелюшечку капелюшечку черного это я сейчас говорю для белой под фоновки да если у вас фон белый вообще капелюшечку капелюшечку чтобы у вас был вообще полупрозрачный черный и тогда вы наносите смотрите очень важно как наносить тень вы от объекта отступаете примерно полмиллиметра то есть вплотную тень мы не наносим мы наносим всегда с небольшим таким отступом вот так вот примерно это обязательно здесь так как у меня блестящий фон и он не даст грязи скажем так когда я буду наносить тенюху поэтому я черного наношу чуть чуть больше из-за вот этих вот мерцание немного преломляется цвет и грязи вот это не видно поэтому под роспись пока я вам советую наносить беж либо какие-то там блестящие оттенки наносим тень с нижней части так вам не видно оба все поняла с нижней части клубники и чуть 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 ее расширяю немножко тоже ты выйти не можете нанести в несколько этапов допустим вот вы нанесли тень я сейчас видно чуть-чуть добавили черного и сейчас я только возле верхней части тени которая ближе прилегает к объекту я ее сделаю чуть чуть интенсивнее немножечко так если вы помните когда мы рисовали да на изобразительном искусстве когда падает тень от предмета когда рядом с объектом она интенсивнее вот так так сейчас я распределил это у меня тут еще пупырки шоу быстренько делом так вот такая вот клубничка у нас получилось так и сейчас еще раз опа вот такая вот она вкусненько можно еще девочки то есть тут все зависит от того сколько у вас времени на клиента до или там времени на роспись можно еще полупрозрачным желтым поставить акцент на листочках можно еще взять беленький и по стебелечку из-за из-за девочки это стебелечка ли что это ну в общем вот это часть стебелечку родил вот провести белый прям показать можно продублировать где-то прорисовку именно контурную можно перекрыть топом и опять гель краской допустим продублировать прорисовку еще будет дополнительный объем то есть то будет зависит только от ваших желаний фантазии так поехали теперь мы делаем клубничку в разрезе я говорила что начинаем у росписи либо с яичка либо сердечко это кому как удобно здесь я его уже нарисовала сердечко яичко все пропустили я обязательно сохраню эфир девчонки ничего не пропустите не переживайте все вы увидите в повторе все хорошо не паникуйте так и теперь клубничка в разрезе естественно если вы рисуете прямо на на клубнику вот такую вот мали пусечку то особо с ней сильно не заморачивайтесь то есть прожилки там особо не надо я сейчас покажу как это все скоростной техники делается в принципе да там для клиента в самой расе прям детализация считаю что прям хорошая вот именно вот такую мы сейчас и нарисуем только более габаритном размере так смотрите девчонки я взяла ярко у меня номер 027 отец это примерно такой ярко красный ближе таком коралловому что ли может камера может искажать цвет но чтобы вы имели ввиду теперь смотрите что я сделаю теперь я немножко высветлю центральную часть высветлять я буду стандартно как и дело на той типсе забыла как ее зовут так на то есть вот на вот это его типсе буду вот так вид видать вам что свет все переживаю что там все было видно что прям видно и слышно так погоди постой тут теперь смотрите куда я буду наносить я оставляю небольшое пространство по центру рисую две дуги ярко розовым рисую две дуги и снизу я их соединяю теперь вытираю кисточку смачиваю кисть насыщая ворсинки в разбавителе не набирая именно нас еще чтобы у меня не было никаких видите капельки нету но у меня кисть увлажненная и теперь смотрите что делаю от центра прибивающими движениями я немножко оттягиваю материал точно также не старайтесь сильно идеально чтобы было самое главное чтобы вы работали от центра то есть прокручиваете типсу прокручиваете руку когда рисуете на клиенте обязательно идите от центра захватывая получается внешний контур мазка оттягивайте его от центра так сейчас чуть-чуть выровняем это у меня чуть-чуть неровненько оттянули видите растушевка вот она получается и также ее видно как я вам говорила не будет видите вот здесь вот тут этой растушевки розовой которую мы делали ведь ее не видно то есть не старайтесь включить perfect перфекциониста да там и сделается супер идеально на уровне подмалевка нет в идеально делается на тонких линиях когда прорисовываете прям тончайшие полосочки да там тогда и работаете прям еле дыша здесь спокойно как это знаете это пингвины сказали в мадагаскаре и хрякнем плюнем и плотно склеим скотчем так и здесь кисть любит смелых теперь что мы делаем смотрите теперь нам нужно нарисовать ну скажем кожуру до ту часть которая у нас чуть-чуть потемнее идет по периметру клубнички печенки когда будет оставаться примерно минут 15 до там скажите чтоб я знал потому что к сожалению с тем не не нету сейчас часов под рукой не вижу сколько нам осталось времени смотрите я рисую по периметру полностью всей клубники темно так вот так вам видно чуть чуть темнее красным цветом просто полосочку из-за того что там красный здесь красный даже если где-то у вас там вильнет рука ничего страшного так прорисовала почти так сделала так она мне чуть вытянутая получилось а теперь смотрите что делаем вот этим же красным берем заполняем вот эту капельку то есть если вы если конечно вы видели внутри клубники есть такая полость чуть-чуть пустая да поэтому обязательно ее надо сделать чуть чуть темнее то есть заполняем все неровности выравниваем где у вас было что неровненько можно даже чуть затемнить ту часть как где будет зелень вот и отправляем сушиться буквально на 10 минуточек этим временем у меня уже здесь есть намешанные это у меня получается база разбавитель с оранжевым часа чуть-чуть загадила его красный поэтому я немножко добавлю сейчас белого и немножко добавлю так немножко добавлю оранжевого так добавляю белого что мне консистенция была полупрозрачная чему оранжевого потому что если вы не будете добавлять яркие цвета у вас роспись будет такая чуть-чуть тухловато и лишенная яркости белый он немножко съедает яркость поэтому обязательно когда вы делаете там высветление какое-то добавляйте приближенный яркий цвет если вы там высветляете на красном естественно добавляете оранжевый если вы высветляете там на холодных добавляете там чуть голубого там либо фиолетового тоже интересно смотрится вот на сливах до когда вы высветляете вот здесь вот видите чуть голубой чуть фиолетовый добавлен то есть не чисто белый а вот добавляйте приближенный цвет тогда интересно если вот здесь вот смотрите я добавляла желтый сюда когда высветляла то есть не чисто белым а желтый тогда у меня допустим прорисовка смотрится очень ярко если вы будет чисто белым то будет так туху тухлячок так и теперь смотрите что делаем я сейчас посмотрю насколько нет я еще белого добавлю смотрите сравниваем вот так вот видите кисть кисть и подмалевочек вот если я сейчас этим сделаю практически разницы в цвете не будет спасибо большое вдохновляем мотивируем для меня это прямо очень важно я очень люблю делиться знаниями поэтому спасибо огромное если я сейчас добавлю вот этот цвет разницы не будет поэтому я добавляю чуть-чуть белого мне нужно чуть-чуть светлее так немножко светлее и теперь получается я вот эту вот красную серединку обрисовываю вот смотрите материал я сейчас накладываю объясню почему чуть позже наложили материал как дома наложили или нет как в гостях да там это в гостях на накладывают а думаю намазывают ну в общем не помню теперь смотрите я вытерла кисть но не вымыла ее то есть у меня здесь еще на кисточке есть этот материал теперь я поворачиваю и от центра начинаю рисовать лучики прожилки прям прорезаю и оттягиваю прорезаю и оттягиваю вот таким вот образом я сейчас этот цвет не просушила учтите еще 10 минут но ничего страшного я этот эфир сохраню и мы выйдем с еще раз так вот таким вот образом прорезаю и оттягиваю от центра и этим же цветом еле влажной кистью я нарисую внутри такой язычок вот смотрите теперь мне материала мало ведь я сильнее нажимаю на кисть его сейчас я вам свет настрою его практически не видно об вот так чуть-чуть добавлю вот такой вот язычок нарисовала прихватываем в лампе так сколько во время среднем занимает рисунок у вас с девчонки в среднем рисунок но смотрите если брат рисунок сложный лицо я рисую если композиционно на двух трех ногтях там с дополнительными да там сюжетом я рисую примерно полчаса это лицо клубнику там вот такой вот я рисую очень быстро потому что сами понимаете да там когда вы объясняете у вас время уходит еще на объяснение рассказать что и как что вы накладываете а когда я ухожу полностью вот этот процесс росписи у меня как бы очень быстро получается у вас быстро получится тут главное знаете колить количество раз какое вы отрисуете отрисуете два раза естественно у вас уйдет там частный отковник отрисуете сто пятьсот раз так вы будете рисовать закрытыми глазами то есть тут все зависит от отработки добавила чуть-чуть белого и немножечко про дублирую непосредственно возле этой капельки чтобы создать больше контраст так вот так прорисовала то есть смотрите прорисовала сверху и чуть-чуть снизу вот эти части я могу даже не прорисовывать то есть вообще легко так немножечко добавлю полосочек на язычок и отправлю сушиться сколько за такой дизайн выбрать девочки смотрите дизайн рассчитывается в зависимости от того сколько стоит ваш час если вам тяжело то там рисовать его вообще если вы не рисующий мастер я вам советую скажем так клиентскую базу немножко направить на в рисующее русло чтобы она любила и просила у вас роспись и там делайте клиентам ты там акцию там на одном ноготочке бесплатно после того как вы грубо говоря да там прикормите клиента дизайнами он у вас сам уже будет просить и сам естественно платить на будет осознавать что в предыдущий раз это была акционная до там момент и вы уже скажем так такого аттракционной чердости не будет а вообще в среднем смотрите берите примерно от 20 я не знаю просто от вашего региона у нас достаточно дешево стоят ногти я вам хочу сказать лично у нас в городе все зависит от того где вы работаете ну примерно где-то ну десятую часть от вашего наращивания вы должны брать за роспись которая занимает больше получаса за один ноготочек естественно вот за такое вы по-любому должны ну вот у нас если там примеру да там стоит там гиллак стоит там тысячу рублей то вот за такое надо взять рублей 100 по-любому то есть это не тонкие линии это определенная вода вы выучиться должны вы должны затратить на это да там время вашей денежки должны подготовиться вы должны там материал купить да там кисточки определенные купить потом разбавители да там купить там база леги лак то чем вы не работаете да там с клиентом то есть вы на это затрачиваете поэтому в любом случае добрый вечер у вас поэтому в любом случае должен этот дизайн стоит денег и вообще цените свое время тоже дешево ну да вот у нас кстати очень дешево у меня очень много коллеги которые меня хотят забрать москву питер но я сижу в краснодарском крае мне здесь семья и мне как бы тут все устраивает уже я здесь скажем так пустила корни получается очень красиво спасибо большое так девчонки я смотрю у нас осталось там вообще да там несколько несколько вообще минут поэтому давайте я сейчас выйду из заново я зайду и этот эфир быстренько сохраню и мы с вами дорисуем все и скажем так я дальше немножечко объясню и продолжим так я выхожу и сохраняю завершить